Студия Ночной такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Доброго вечера дорогие радиослушатели, с вами Аркадий Фрумин Это программа Стартовая площадка И сегодня у нас очень много всякого интересного материала В преддверии съемки у нас сегодня в гостях Игорь Душкин Добрый вечер! Добрый вечер! И его очаровательная, не побоюсь этого слова, бэк-вокалистка Полина Я боюсь неправильно выговорить фамилию, поэтому, пожалуйста, представься сама нашей аудитории Здравствуйте! Меня зовут Полина Богатикова Я думаю, всем очень приятно тебя услышать Но я больше чем уверен, что все так же сойдут с ума, как и я, когда услышат, собственно, тебя в деле Сегодня, сегодня у нас презентация нового альбома Дорогие друзья, нового альбома Игоря Душкина «Любимый папа» На самом деле, я уже так, пока ехал сюда, зашел в интернет И я могу сказать, что в сети, в сети в одной из первых Ну, если поезд по картинке выбивать, то вот эта вот фотография Прям с символикой ночного такси и с названием Она вот третья, по-моему, или четвертая И я прям такой, ничего себе, приятно уделен Ведь это совсем свежее практически Ну, скажем, да, у нас тут просто 17-й год Ну, ничего страшного, дорогие друзья, у нас 18-й только начался И сходу, сходу прошу вас всех рассказать Нашим дорогим слушателям и зрителям, которые нас будут смотреть в дальнейшем И слушать нас сейчас Как вам погодка в Петербурге? Если честно, погодка замечательная Так как я со Ставрополя, у нас там тепло У нас там плюс 2, плюс 3, когда и плюс 7 Выпадает снег, который к вечеру тает Мы уже устали ходить по лужам Поэтому, приехав в Петербург, я был безумно удивлен, Аркадий, тем, что Замечательно устойчивая морозная погода Все замечательно, все красиво Снег, который хрустит под ногами Лично мне очень нравится Могу сказать вам, что на самом деле Все петербуржцы пребывают сейчас примерно в таком же счастье Потому что снег у нас в этом году Хоть уже, на самом деле, больше месяца держится Но его тут очень все ждали и молились Чтобы снег у нас все-таки в Петербурге выпал Потому что климат у нас, хоть и считается Может быть, не самым теплым Но все-таки снега нам порой не уедать Что ж, первая композиция, которую мы сегодня будем слушать Она принадлежит Кому она принадлежит? Рассказывайте мне Мамины совет Песня Мамины совет Это одно из произведений Первое произведение, будем говорить так Которое было написано В качестве сольного произведения Для того, как для человека Которого, как ты правильно подметил изначально Начиналась наша дружба как с бэк-вокалисткой Полиной Богатиковой Поэтому это была первая песня Которая была написана персонально для нее и под нее Поэтому вот эта песня Мамины совет Я так понимаю, что слова принадлежат вам Да, и музыку, в принципе, написал тоже я Как интересно От Полины осталось только ее хорошо спеть Что у нее безумно шикарно, на мой взгляд, получилось Что ж, мне не терпится проверить Поэтому я предлагаю всем Кто нас сегодня слушает и смотрит Как можно скорее послушать первую композицию на сегодняшний день Мамины советы Плюс это дебют, дорогие друзья Слушаем Красивой не родись Мне кажется, пословица права И красота лишь временное средство Так думала шальная голова Что мне досталось В общем, по наследству В сравнении только познается мир Что открывает нам свои секреты Но для меня был в жизни ориентир Я вспоминала мамины советы И не родись Красивой не родись Пускай тебя Минуют все ненастья А ты в чужие сани Не садись И не ищи В чужой постели счастья Ах, мама, как же ты была права Как пригодились мне твои советы Что мы всерьез в ответе за слова И что всегда сбываются приметы Мне кажется, пословица права И в сердце эхом отзовется где-то Я помню, мама, все твои слова Я помню, мама, все твои советы И не родись И не родись Красивой не родись Пускай тебя Минуют все ненастья А ты в чужие сани Не садись И не ищи В чужой постели счастья Не родись Не родись Красивой не родись Пускай тебя Минуют все ненастья А ты в чужие сани Не садись И не ищи В чужой постели счастья А ты в чужие сани Не садись И не ищи В чужой постели счастья В эфире Стартовая площадка Да, дорогие друзья В эфире Стартовая площадка И мы все вместе Дружно продолжаем Слушать хорошую Интересную Прекрасную музыку Что ж, Полина Буду тебя мучить С Игорем Душкиным Мы уже разговаривали Виделись В принципе Нам обсуждать Какие-то стартовые моменты Не нужно У нас сегодня больше Скажем так Предоставление нового материала Который я уверен Что всем интересно Послушать Ну вот А Полина Тебя Хоть слышит и не в первый раз Но видит точно в первый Поэтому Я прошу тебя Ответить на такой вопрос Ну ты молодая девушка Прекрасная Поющая молодая девушка Но почему шансон? Знаете Я же из провинции Приехала Город небольшой И в моей семье Очень часто Мы слушали Скажем Много очень песен Из шансона То есть для меня Когда же Меня больше трогали Такие песни Как Приходите в мой дом И на каких-то концернах Я выступала Там С песнями Ирина Круг Уже лет в 15 Но приехав в Москву Я начала учиться И скажем так Судьба меня свела С очень замечательным Композитором Самым замечательным Его зовут Игорь Душкин Который Да И сыграл решающую роль Вот Как И я выбрала Естественно этот жанр Дальше в продвижении Потому что Его тексты Его музыка Это очень все Очень сильно Очень Смысл Прекрасный И вообще Меня это тронуло И я очень довольна Что мы с ним Сотрудничаем Вот В идеале Хотелось бы узнать С кем бы тебе Захотелось записаться Дуэт Я понимаю Что ты не очень Хорошо так спрашиваешь При вас И говорю Вы меня извините Но девушка молодая Перспективы Надо Продумывать наперед Вот в идеале Там Лепс Стас Михайлов Правда я не знаю Можно их называть Сейчас шансоном Но Так или иначе Знаете С кем хотела записаться Я дуэт Прям вот с кем Ты видишь Вы видите Свой голос Вот рядом На треке На каком-нибудь Я хочу сказать Что я уже записалась С тем с кем Хотела записаться В дуэте Это Игорь Душкин Опять же Мне кажется У нас замечательные дуэты Очень хочу Чтобы вы их тоже услышали Ну у нас сегодня Есть именно Дуэтная композиция Правильно Это ваша Первая Именно дуэтная композиция Не только как В бэк-вокал Правильно В принципе немножко не так Аркадий Мы уже писали с ней Пробовали писать Дуэтные композиции Писали их вдвоем Вот Но судя из того Что я сейчас услышал Просто хочется добавить Знаешь Как замечательно Скал предыдущий оратор Вот поэтому Я считаю Что конечно Это одна из последних песен Которую мы спели Дуэтом Я считаю Дуэт который получился Дуэт который состоялся Более того У нас есть в планах Мы завтра На телетрансляции Канала Новая и лучшая На студии Мы эту песню Будем с ней петь вместе Поэтому песня Замечательная Вы будете завтра Записывать на видео Правильно? Расскажите нашим Слушателям и зрителям Какие композиции Будут представлены Завтра на видео И Как-нибудь заинтересуйте Ну Я могу сказать так Во-первых Это дуэтная композиция Которую мы с удовольствием Запишем завтра с Полиной Во-вторых Я немножко экспериментирую У меня одна из песен Не совсем шансонского направления Она называется Просто разреши Как интересно Какое символическое название Да Вот Эта песня посвящена В преддверии 8 марта Вся не девушка Женщины которые И девушки которые Поймут меня О чем эта песня Если они разбираются в этом Они конечно поймут Вот Ну и еще Песня Я бы сказал Такая новелла Я могу сказать так Что Я далеко не первый Десяток раз Приезжаю в город Санкт-Петербург И с каждым разом На удивление Нахожу в этом городе Для себя Что-то новое 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 И новое Знаете Я вот живу в этом городе Интересно Я поражаюсь на самом деле Что Я проживу здесь 20 лет И Ну может быть Это не очень большой срок Да Но На самом деле Каждый день Выхожу на улицу И вижу что-то новое Ну вот и я Понимаешь Каким-то духом Таким Аркадий Интересным Проникся к этому городу Он по-своему Для меня интересен Интересен по-своему Для меня Как для поэта Интересен в первую очередь Как для композитора Поэтому Третья песня Которая будет завтра записываться Это дебют Это дебют Это новая песня Песня называется Город на Неве Ну я Немножко Приоткрою завесу тайны Дорогие друзья Мы ее сегодня послушаем Мы я думаю На ней будем Сегодня прощаться Но до этого Пока еще далековато Прошу представить Следующую песню Которую мы будем Слушать И показывать Нашим гостям И слушателям Соответственно Следующую песню Да Да Ты имеешь Иду дуэтную композицию Нет Которую мы сейчас Будем слушать А какую мы сейчас Песню будем слушать Мы будем слушать Как ты без меня Как ты без меня Да Она же вторая У нас в плейлисте Я согласен Но тогда вопрос Как мы будем слушать Эту песню Это дуэтная композиция Как ты без меня Это как раз то О чем мы с вами говорили Поэтому с превеликим Удовольствием Я могу сказать Песня написана На очень злободневную тему И могу откровенно сказать У любого слушателя Хотя бы раз в жизни Подобный диалог В семье состоялся Песня именно об этом Поверьте У любого Интрига Интрига Дорогие друзья Слушаем Мучает вопрос День ото дня День ото дня Ну как ты Ты вешал мне Ты вешал мне лапшу на уши Только обещания и слова Не хочу я больше это слушать Говорила мама Это знак Не суди тебя и не осудят Ведь ты жил Я сглупила Это я дурак Вытри слезы Ладно не убудет Видно друг без друга нам никак Но мы же образованные люди Набирает обороты Наш скандал с девизом Кто ты Кто ты есть на этом свете Если бы меня не встретил У кого машина дача Кто поймал за хвост удачу Может было все иначе Друг без друга мы никак Господи Ну кто ты без меня Ой да ладно Даже говорить не хочу на эту тему На себя посмотри Тоже мне жених Все Проехали Стартуем Вместе Дорогие друзья Мы продолжаем этот эфир Мне очень весело Мне очень понравилась песня Потрясающая Вообще диалог Такой прям Знаете Надеюсь я до такого доживу когда-нибудь Но всем семьянинам наверное посвящается Всем вот кто ты без меня Ну кто ты Люди дополняют друг друга И я считаю что Можно быть самодостаточным Но самодостаточным для себя Совершенно верно А кому-то вот придется что-то отдавать Именно об этом и песня Что не только для себя живешь А еще нужно жить для кого-то Для человека который постоянно С тобой рядом Очень тонко подмечена Песня именно об этом Спасибо Вам спасибо Что ж Полина А теперь я хочу спросить У вас Как вообще ощущения От записи И как Если этот производственный процесс На тебя может быть Как-то повлиял Ну Сто процентов Я тебе ставил Какие-то отпечатки Следы Это же Так интересно Процесс конкретно А процесс записи Все вот этого производства Все вот этой атмосферы Такой музыкальной Вот типа Ты стоишь в кабинке Там поешь Ну К примеру Да И понимаешь Что вот Тут прям делается музыка Вы не представляете Во-первых Сколько это эмоций А может даже и представляете Но Я обожаю Вообще свою работу Потому что Это такой адреналин И когда вот Игорь Васильевич Месяц его вот нет У нас нет записей Я прям уже сижу дома Ну когда же он приедет Ну когда же приедет Уже скучно Уже Песню писать можно Песню писать можно Уже и заняться нечем Я подумаю Вот И когда я стою Значит И за стеклом у меня Игорь Васильевич И еще Звукооператоры Кричат мне там Давай еще больше Там энергетики Там больше задора Больше эмоций И Ну я этим живу Вообще Энергетика это очень Важный скажем так Аспект Момент Не только записи Но вот важно ее Я так считаю Перенести в песню Чтобы вот мы потом Все слушали И такие вот Прям энергия Прям приот У меня И в прошлый раз Когда мы Тут с Игорем Душкиным Беседовали Я когда слышал Голос Твой на записи Я вот Что сейчас Что тогда Дорогие друзья В камеру это говорю Я не верю Вот не верю А что мне сделать Чтобы поверили Не знаю Спеть Давайте спою Давай Что спеть Что-нибудь свое Можно не свое Ну давайте Вот мамины советы До этого звучало Чтобы можно было Как-то сравнить Да Да Пожалуйста Давайте начнем Со второго Тогда купли это Ну пожалуйста Это тебе виднее Ах мама Как же ты была Права Как пригодились Мне твои советы Что мы всерьез В ответе За слова И что всегда Сбываются Приметы Мне кажется Пословица Права И в сердце Эхом Отзовется Где-то Я помню мама Все твои слова Я помню мама Все твои советы И не родись Красиво И не родись Пускай тебя Минуют все ненастья А ты в чужие сани Не садись И не ищи В чужой постели счастья Ну ладно Хорошо Хорошо Я верю Верю Ну все равно для меня Остается загадкой Как можно так Петь В столь юном возрасте Просто Я вынужден Обозначить Что у меня приходили Разные гости в программу И от совсем маленьких девочек Да Не совсем маленьких девочек И могу сказать Что я реально удивлен Ну вот прям Честно Я сидел Думал Там по-любому Что-то подкручено Я оказался неправ Спасибо Очень приятно На самом деле Мне кажется Что-то тут не так Может быть Душу дьяволу подала Нет Нет точно Я только наоборот Ближе туда Кверху Ни в коем случае Не вниз Моего хорошего друга Это замечательное выражение Аркадия Всегда Ну что ты душу дьяволу Правда Звонил Ты знаешь Никого дома Не получил Наверное Наверное Что ж Я хочу послушать побольше музыки Хоть нам Наверное Все показывать и не стоит Мы с вами это уже обсуждали Но Из того что есть Мне не терпится Скорее послушать И следующая композиция Называется Просто разреши И мне интересно Что вы по этому поводу Скажете Не мне А нашим слушателям И зрителям Ну композиция Просто разреши Была записана Буквально полтора Два месяца назад Это одно из направлений Которые мы сейчас пробуем То есть я-то работаю И работаю Уже не один год Связанно с направлением Шансона Но всегда хочется Стремиться к чему-то Интересному Поэтому Одна из композиций Которую мы решили записать Вместе На студии звукозаписи Королева 13 Мы писали это в Москве Вместе с хорошим Потрясающим звукорежиссером Денисом Годицким Мы записали песню Вот эту Которую называется Просто разреши На мой взгляд Это Немножко иное направление Чем шансон Но оно мне тоже Показалось Интересным Аркадий Почему? Потому что Ну оно доносит Людям То что ты хочешь сказать То что ты чувствуешь в душе Ну и тем более Конечно же Как и любое Более-менее Как я считаю Толковое И грамотное Произведение Оно посвящено любви И посвящено женщинам Поэтому 23 февраля Мы уже честно Отработали В преддверии Восьмого марта Считаю Эта песня Будет совершенно в тему Что ж Ну давайте послушаем И посмотрим Что там нового Для нас приготовил Игорь Душкин Не бывает так Что растает лед От одной Сгоревшей спички Не пытай себя Боль она пройдет Только поменяет Все привычки Словно сквозь песок Убежит вода Отражение Отражение в зеркале Растает Взять и оторвать Раз и навсегда В жизни все так просто Не бывает Отражение в зеркале Отрешенный взгляд Вспоминаю я Но ты не моя Больше не моя Больше не с тобой Пролетают дни Просто расскажи Мне зачем они Сядь и распиши Как приходит боль Просто разреши Мне побыть с тобой Вывод обо мне Делать не спеши Просто разреши Просто разреши Мысли в голове Отражение сна Точно знаю я Мне нужна она Но внутри души Постоянно боль Слышишь не спеши Дай побыть с тобой Отрешенный взгляд Вспоминаю я Но ты не моя Больше не моя Больше не с тобой Пролетают дни Просто расскажи Мне зачем они И я кричу Тебе вслед Для чего Это спешка В отражении Грешной любви Просто усмешка Сядь и распиши Сядь и распиши Как приходит боль Просто разреши Мне побыть с тобой Вывод обо мне Делать не спеши Просто разреши Просто разреши Просто разреши Стартуем вместе Дорогие друзья Стартовая площадка Аркадий Фрумин Игорь Душкин Полина Богатикова Мы продолжаем слушать музыку Завтра у нас у всех Съемка Мы все будем снимать на видео Дорогие друзья Все что мы сегодня Отслушали И тоже записали на видео У нас естественно Будет в прекрасном Прекрасном Нашем любимом Ютубе Там у нас и смотрите Канал Ночной такси Все все знают Я рад Что ж Сейчас мне хотелось бы На самом деле Послушать песни С диска У нас немножко Пусть пойдет Немножко не по плану Хочу послушать Песни с диска Потому что Ну а что он тут лежит Правильно Давайте послушаем Вот такой прекрасный диск Дорогие друзья Я про него уже Несколько слов сказал С автографом Если вы хотите Такой же Пишите нам Мы обязательно Вам потом Как-нибудь Я думаю Разыграем Без вопросов Вообще Я такие вещи люблю С великим удовольствием Сейчас мы кстати За кадром рассказывали Мне рассказывали Про замечательное Водохранилище Я очень хочу Показать И вот прям Ну это Смотрите Какая красота Ты открываешь Песни Берешь диск Вставляешь Игоря Душкина Сидером Магнитофон Смотришь На прекрасное Водохранилище На эти Степи же Правильно Смотришь на степи И такой Проникаешься Я думаю Что как-то так Это наверное И должно работать И по-другому И быть не может Что ж Я хочу У нас тут Треки Друзья Немножко Заготовлен Плейлистик Я хотел бы Немножко Местами Поменять Чтобы вам Пораньше Показать Песни Новые Песни С нового Свежизненного Диска И Это будет Песня Раздетая Любовь Такое Немножко 18 плюс Название Почему То есть У некоторых Людей В основном Наверное Помладше Вроде Меня Могут Возникнуть Какие-то Непонятные Ассоциации Что это такое Раздетая Любовь Что такое Раздетая Любовь Оголенная Чистая В этом Плане Или Может быть Есть Какая-то Другая Подоплека Всего Этого Ну Будем Говорить Так Что Изначально Эта Песня Когда Создавалась Она Преследовала Ровно Одну Цель Раздетая Любовь Это То Что Человек Выставляет Наружу И Показывает Далеко Не у Каждого Человека В Душе И В Сердце Лежит Одинаковое Понятие Свободы Это Наверное Самое Главное Подождите То есть Раздетая Любовь Это Та Которую Показывают Раздетая Любовь Это Та Которую Человек Не понимая Что Он Делает Раздевает В Огоду Или Во благо Какого-нибудь Другого Человека Поступка Действия И Так Далее Как Интересно Но К сожалению Или К счастью Далеко Не каждый Человек Способен Это Сделать Это Искренне Аркадий То есть Есть Люди Которые Выставляют Свою Любовь На Показ Правильно Мы С тобой Знаем Да Есть Люди Которые Прячут Свою Любовь Улыбоко В Сердце Есть Люди Из Которых Лишнего Слова Не Вытянешь Когда Ему Говорят А Скажи Пожалуйста Как Сильно Ты Любишь Свою Жену Он Молча Отворачивается И Уходит Он Лучше Восемь Раз Поступками Своими Докажет Чем Словами Как Он Это Делает Это Кстати Достойно Уважения Нельзя Недооценивать Таких Людей Совершенно Верно Поэтому Иногда Бывает Такая Ситуация Когда Человек Сам Не Понимает Того Просто В моем Понятии Раздевает Свою Любовь В угоду Каких-то Личных Интересов На мой Взгляд Это Делать Не Нужно В этом Совершенно Нет Никакой Необходимости Именно Именно Поэтому Родилась Такая Нестандартная Сочетание Двух Слов Раздетая Любовь Вот такая Песня Раздетая Любовь О чем Она Послушайте И всем Станет Понятно Тогда Не будем Ждать Слушаем На полу Истоптанном Ногами Брошено Как старый Реквизит Так твоя Любовь Прощалась С нами Примеряя Платье С надписью Транзит От твоих Устав Ошибок Пошлых Истерик Сбалбашных Устав На полу Любовь Прощалась С прошлым Расставляя Все И всюду На свои Места Попасть Распытаясь Богу В душу Руками Грязными Не лазь Покой Твой Больше Не нарушит Любовь Затоптанная В грязь Ей Больше Никуда Не деться И не подняться Вновь И вновь Сама Заставила Раздеться Ты догола Свою Любовь Не найдя Сама К себе Дорогу Той Которой Может И не быть Ты Попасть Хотела В гости К Богу И у Него За Пазухой Пожить А любовь Прохожих Избегая Внутри Себя Истерзана Та дыр Влела По улице Разбитая Ногая Понимая Что она Транзитный Пассажир Ей Больше Никуда Не деться И не Подняться Вновь И Вновь Сама Заставила Раздеться Ты Догола Свою Любовь На полу Истоптанным Ногами От Истерик Взбалбошных Устав Так Твоя Любовь Прощалась С нами Расставляя Все И Всюду На Свои Места Расставляя Все И Всюду На Свои Места Стартуем Вместе Дорогие Дорогие друзья Мы продолжаем Расставлять Все на Свои Места И мне Хотелось Узнать Где Живет Любовь Я понимаю Что у кого-то Она может жить В мозгу У кого-то В сердце У кого-то Может быть Еще в Каком-нибудь Вместе А вот Мои Сегодняшние Гости Игорь И Полина Мне ответят Где у них Живет Любовь Она может Быть Даже Сейчас Не С вами Или Может быть У кого-то Стоит В коридоре А может Быть Где-то Кого-то Ждет Ну я думаю Начнет Полина У нас По этому Замечательному Вопросу Говорить Потому что Она у нас Девочка Полина Где Живет Любовь Я думаю Что вы Даже Ответили Уже На Мой Дочень На Ваш Вопрос Ответили Уже Это Подсказка Да Моя Любовь Естественно Живет В сердце Вот Что Что Еще Сказать Достаточно Емкое Сравнение Моя Любовь Живет В сердце Причем Самое Главное Очень Неожиданно Это Неожиданно Что Любовь Живет В твоем Сердце С вашего Позволения Продолжим Аркадий Я могу Сказать Так Хороший Вопрос Ты знаешь Подойти К этой Тематике А где Она Живет Эта Любовь Я бы Ответил Так У каждого Любовь Живет По разному У кого То Она Живет На Задворках Своей Совести Интересно У кого То Она Живет В карманах Своей Памяти Всякое Бывает Но Самое Главное Если Ты Помнишь Своих Друзей Своих Близких Если Ты Живешь Ради Них Если Ты Умеешь Не Только Брать Но И Отдавать Есть Одна Замечательная Восточная Притча Там Финал Очень Потрясающий Чем Приходит К выводу Что Дарить Подарки Гораздо Приятнее Интереснее Чем Получать Это Немножко Философское Мышление Но Ты Знаешь Это На самом деле Может Быть Замечанием Любого Простого Смертного Человека Не Обязательно Для Этого Быть Семь Пять Во Лбу Им И Совершенно Ты Прав Совершенно Не Обязательно Быть Этого Мудрецом Понимаешь Нужно Просто Дойти До Этого Своим Умом И Вот Когда Ты Доходишь До Этого Ты Понимаешь Что Твоя Любовь Живет Рядом С тобой Она Все Время Смотрит За тобой Она Все Время Наблюдает За тобой Со Сторон Она Все Время Пытается Тебе Подсказать И Помочь Если Ты Чувствуешь И Ощущаешь Это Напоминаю Тоже Старую Прекрасную Притчу Когда Молодой Человек Подошел К Своему Англию И Сказал Скажи Пожалуйста По Песку Идут Два Следа Что Это Она Я Всегда Шел С тобой Рядом Стараюсь Тебе Помочь И Так Далее Но Как Ты Старался Что Сделать Для Тебя Нужно Да А Я Посмотрел Чуть Дальше А Вон Там За Барханом Следы Остаются Ровно Одневно Значит Ты Меня Бросил Я Просто Нес Тебя На Руках Вот Примерно Так Вот Для Меня Любовь Это То Когда Ты Это Понимаешь И Ощущаешь Сильно Я Старался Сильно Прям За душу Взял Наверное Всех Здесь Присутствующих Но Теперь Придется Попеть И Ответить Песню Она Так И Называется Где Живет Любовь Какое Совпадение Дорогие Друзья Расскажи Пожалуйста Песня Очень Шикарная Опять же Автор И Композитор Этой Песни Игорь Душкин Песня Охватывает Три Возрастные Как бы Скажем Стадии Вот Первая Стадия Такая Когда Молодая Девушка Ищет Свою Любовь Ну Где Же Ты Где Жи Все Таки Потом Находит Начинается Вторая Стадия У нас Когда Где же Правда Где ложь Уже И не Разберешь Скажем Так Вот И Третья Стадия Уже Скажем Взрослой Дамы Когда У нее Уже И чувства Зашкаливают И разум И она Уже Начинает Думать О том Что Кажется Порой Нет Любви Моей Но Все Таки Скажем Чувства Побеждают И Любовь Восторжествует Скажем Вот так Ну Вы Слышите Аркадий Я просто Обожаю Такие Сюжетные Песни Тем более Что Я ее Сам Написал И Сегодня В конце Концов Для Себя Выяснил Что Оказывается В этой Песне Три Стадий Я бы Третью Добавил К Первой Меня Это Так Безумно Радует Ты знаешь Полина Спасибо Тебя Я безумно Счастлив Что Ты Пошла В этой Песне Дальше Чем Я и нашла В этой Песне Три Стадий Молодец Мне Очень Нравится Честно У меня Есть Еще Один Вопрос К Полине К слову А пойти Дальше Не думаешь Ли ты Писать Песни Самой И делаешь Ли ты Это В принципе И есть Ли такая Цель Или Перспектива Да Я сейчас Вам отвечу Я Пробовала Писать Стихотворение Скажем Так Но Музыка У меня Как-то Пока Не Получается Точнее Наложить На эту Музыку Но Стихотворения Довольно Таки Большие Игорь Васильевич Даже Слышал Некоторые Я читал Некоторые Из них И что Можно С этим Что-то Спеть Можно Можно Посмотри Все зависит От того Насколько Говорится Данное Произведение Будет Совпадать С той Тематикой Которая И интересна Самой Парина Достаточно Интересный Человек Откровенно Тебе Скажу Она Не совсем Стандартно Смотрит На Жизненные Ситуации Что Мне Собственно И в ней Очень Нравится Честно Тебе Скажу Аркадий Она Вот То же Самое Ты задавал Вопрос Понимаешь Такая Молодая Симпатичная Девушка И вдруг Шансон Ну Почему Немножко Чуть Разрыв Шаблон И вдруг Шансон Вот То же Самое С Нестандартностью Мышления С умением Найти Для себя Достаточно Эпистолярном Жанре Что-то Интересное Для меня Это Показать В первую Очередь Профессионализм Человека То есть Его Понятие Его Отношение К тому Что он Осознает И понимает Поэтому Для меня Неудивительно Что она Начинает Писать Сама Понятно Что может быть Скоро В будущем Я останусь Без работы Или наоборот Может быть Вы будете На бэках Подпевать Может быть Мы дойдем До того Что я уже Буду Совершенно Паразым Человеком Буду Подпевать На бэках Где-нибудь Но я думаю На концертах Разогрев Там Полина Выходит Руки А теперь Полина Богатикова И буду Быстро Убегать Со сцены Вполне Возможно Мы дойдем И до этого Хочу добавить То что Наверное Я И не пишу Дальше музыку Не стараюсь Не стараюсь Так же писать Стихи Потому что Вот у меня Скажем Моя правая рука Это Игорь Васильевич И то что он делает Для меня Это Это твой материал Правильно Это благодарность Ему Очень большая Спасибо вам Пока мы в эфире Хочу вам Выразить Свою благодарность Спасибо Вам спасибо Что же Давайте уже Наконец-то Начнем искать любовь И где же Она живет Состояние ждешь Итак День ото дня Где же ты живешь Ты любовь моя Почему ко мне В гости не идешь Ты боишься Или просто ждешь Ангел в облаках Где твоя стрела Сердце мне пронзить И чтоб с ума свела Душу разорвав Душу разорвав Взбудоражив кровь И пусть моя Расскажет мне Любовь Открывай Открывай глаза Отпускай мечты Это твой бакзал Здесь выходишь ты Солнце из-за туч Появилась вновь Здесь живет моя Любовь Лепетно в душе И так легко в груди Ты со мной уже Что там впереди И слова твои Правда или ложь Ты боишься Или просто ждешь Кажется порой Нет любви моей Мыслишь головой Но чувства бьют сильней Не увидишь свет Стоя в стороне И тут любовь Опять шепнула Нет Открывай глаза Отпускай мечты Это твой бакзал Здесь выходишь ты Солнце из-за туч Появилась вновь Здесь живет моя Любовь Здесь живет моя Любовь Здесь живет моя Любовь В эфире Стартовая площадка Дорогие друзья Мы все-таки Нашли любовь И я несказанно Этому рад Послушали прекрасную Композицию Песню Очень хочется пожелать Успехов Во всех начинаниях Столь Ну скажем так Раннего возраста Для этого жанра Потому что По моему опыту Очень много людей Приходит к шансону С точки зрения Воспроизведения Его написания Записи Ну достаточно Ну так скажем За 30 В более зрелом В более зрелом возрасте Это вот я всегда Привожу такую Параллель Вот когда Ешь баклажаны Вот нравится тебе баклажаны Нет Ну вот лет через 10 Они тебе понравятся Понимаешь Вот Вот типа Я не ем холодец Только сегодня Было про баклажаны Вот И кабачки тоже не могу И я всегда Когда мне за столом Предлагают Я говорю Я еще не дорос Извините Мне нельзя Нет Спасибо И с шансоном Я считаю точно так же Ну знаешь Если человек нашел В этом жанре Что-то свое То это говорит О двух вещах Первое Либо все не очень хорошо Но это не про тебя А второе Это значит Что все хорошо И человек думает Уже скажем там В своем Свои 20-25 лет Думает уже Ну о таких серьезных вещах О которых люди думают Ну чуть-чуть попозже И находит соответственно Для себя что-то В этих песнях Что-то в этой музыке В этой атмосфере В этой Да можно много чего сказать Но сейчас не об этом У нас осталось не так много времени И мне хотелось бы Поскорей Поскорей послушать Три счастливых дня И попрощаться С нашими слушателями И зрителями Городом на Неве Поэтому прошу вас Пожалуйста Расскажите мне Про эту 15-ю композицию На вашем свежеизданном диске И мы будем Слушать Песня Три счастливых дня Это песня Дружеский шар На абсолютно реальный эпизод В жизни Только хотел спросить Были ли эти дни Абсолютно Абсолютно Но дело в том Что были не эти дни Не совсем так Потому что понимаешь Ты сейчас задал вопрос На который мужик В прямом эфире Отвечать не должен Потому что Если он будет На них отвечать Можно приехать домой И столкнуться С неозрешимой проблемой Что тебя уже там Совершенно не ждут Ну давайте скажем так Рождение ребенка Свадьба Конечно Куда же без свадьбы Ну и я не знаю Золотая свадьба Какая-нибудь Ну или какая там Платиновая Ну да Все три И все не попадали Скоро Ну будем говорить так Что касается песни Три счастливых дня Песня была написана В результате Подслушанного диалога На обыкновенной Автобусной остановке В городе Москве Где я стоял Ждал Своё маршрутное такси Собирался ехать На запись Как раз На запись Своих новых песен И вот рядом со мной В пределах Полутора метрах От меня Стала Замечательная пара В лице Ну пытающегося Каким-то образом Оправдаться мужчины И весьма Жестко Наседающие на него Женщины С вопросом Владимира Семеновича Высоцкого Ой где был я вчера Поэтому Вот она его Очень подробно Пыталась Объяснить Весь хронометраж Вчерашнего дня И было Видно по лицу Мужчины Насколько с трудом Это дается ему Вот Ну придя Вечером К себе в отель В номер Я сел Написал первые Две строчки Потом с утра Добавил еще Две строчки Потом решил Что эта тематика Ну не совсем Будем так говорить Будет приятно Слушать И поэтому я Немножко подправил В образ положительных эмоций В результате чего Получилась песня Три счастливых дня Ну что ж Мне интересно Как вы там все придумали Поэтому давайте Поскорее всего Мы ее покажем И послушаем Спасибо Послушай Я наверно Лишнего сболтну Не отворачивайся Знаю Виноват Наш разговор На ссору Даже не тянул И отвечал Тебе я просто Не в попад И так все время В голове Одни дела Ну не молчи Садись Поехали домой Да весь тебе Все эти глупые слова Все это зря Опять испорчен Выходной Ну что ж Идея Очевидно Не на вал Хотя ругаться Даже не было причин Слова Опять поссорили Дурацкие слова Молчим В душе обида Не молчим Ты знаешь Я наверно Тоже не права И сдался мне Твой новый телефон Но влезли в голову Обидные слова Ну сорвалась И ты орал Как граммофон Давай не будем У кафе Останови Чуть посидим Я знаю Там хороший чай Давай подумаем О счастье И любви Но только ты мне Это точно Обещай Ну что ж Идея Очевидно Не на вал Хотя ругаться Даже не было причин Слова Опять поссорили Дурацкие слова Молчим В душе обида И молчим Как говорила В старину Одна молва Любовь всегда сильнее Чем глупые слова Молчим Ну что ж Идея Очевидно Не на вал Хотя ругаться Даже не было причин Слова Опять поссорили Дурацкие слова Молчим В душе обида И молчим Слова Опять поссорили Дурацкие слова Молчим В душе обида И молчим Стартуем вместе Что ж дорогие друзья Мы действительно Стартуем вместе Ну в первую очередь Конечно у нас сегодня Старт Полины Потому что Ну мы ее уже слышали Но к сожалению Не видели И не удалось нам Пообщаться И вот Игорь Душкин Сдержал свое обещание Хоть и Как сколько я понял Непреднамеренно И мы тут сегодня Все собрались Вместе Поговорить И я всем вам Безумно рад Спасибо вам за этот эфир Я вам в первую очередь Говорю Во вторую очередь Говорю Что прошу вас Пожелать что-нибудь Интересное Любимое Хорошее Нашим слушателям И зрителям После этого Представить композицию Еще раз И мы будем прощаться Хорошо Начинайте Спасибо Дорогие радиослушатели Что бы мне хотелось сказать Буквально Гремел Замечательный Мужской праздник 23 февраля Мы с вами Накануне Замечательного Женского Праздника 8 марта Что бы хотелось Сказать Вам всем Вы знаете Наверное Самое главное В этом мире Это научиться Беречь друг друга Если мы будем Беречь друг друга Наша страна Непобедима Мы с вами Самые лучшие И как говорил Мой хороший друг Не верьте никому Все равно Американцы врут Поэтому У нас С вами нет выбора Мы должны С вами жить В мире Дружбе Понятия Согласия Если ты не уважаешь себя Как ты можешь узнать Как уважать других Начни с себя Если ты себя уважаешь Ты будешь знать Как это делать По отношению Другим людям Чего я вам Искренне От всей души Хочу пожелать Здоровья Любви Взаимопонимания Искренней И от души С уважением К вам Игорь Душкин А я хочу Естественно Присоединиться К вышесказанному И поблагодарить вас Что сегодня У меня была такая возможность Побывать с вами В студии Было очень интересно Мне очень понравилось И Хочу К вам еще Снова В гости А то есть Дай бог Не последнее Да Ну тоже вариант Так что огромное 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 Вам спасибо И слушателям Тоже огромное спасибо Что были с нами Можешь помахать Ему ручкой в камеру Спасибо большое Что ж Напоминаю Что крайняя песня Которую мы сегодня Слушаем Называется Город на Неве И Не могу не отметить Что все-таки Блин Санкт-Петербург Вот Я не знаю Очень Как-то Он специфически Влияет на Весь творческий Контингент Который здесь живет И который сюда Приезжает Или который Так или иначе Здесь оказывается Мне кажется Что Я не знаю Городов Про которого Больше написано Песен Стихов Фильмов Снято Чем Про Может быть Они не все Известны Но их точно Больше Который здесь живет Исходя из того Кто был его основателем Стоило большого Наверное Мужества Приехать на топки И болота Где постоянно Трясина Где постоянно Комары Где постоянно Влажный Такой климат Искать Вот Отсель Нет Царь батюшка Чуть левее Ну тогда Отсель Горозить Мы будем Шведу И вот Сегодняшнего С того времени Благодаря Петру Первому Мы отсель Грозим Не только Шведам Северным странам Которые пытаются Нас обыграть В хоккей Поэтому Примите сильные Поздравления Мы же победили О том Что мы стали Олимпийскими чемпионами И в неравной В тяжелой борьбе Победили немцев Со счетом 4-3 Как бы я сказал В очередной раз В очередной раз Дорогие друзья Не забывайте Кто тут главный Всем спасибо И всем пока Я сегодня Как обычно Перед зеркалом Побрился Натянул пиджак Привычно И на вход Перекрестился За порог Шагнул открыто Прогуляюсь До Невы Матери Давно забытый Мне запел Из головы Ах, как тебя Я видеть рад Ах, Петербург Мой Петроград Чудное Петра Творение Не грозит тебе Забвенья Выход к северным Морям Резиденция Царя Да и я Живу на свете Лишь тебе Благодаря Упала церквей Над нами Листья кружат Под ногами Старый ботик Под каналом В жизни он Видал немало Петропавловская Пушка Мне напомнит Про обед Выстрел в полдень Глянет дружно Память наших Всех побед Ах, как тебя Я видеть рад Ах, Петербург Мой Петроград Чудное Петра Творение Не грозит тебе Забвенья Выход к северным Морям Резиденция Царя Да и я Живу на свете Лишь тебе Благодаря Понимаешь, как ты дорог Петербург Любимый город Помотался я по свету Но тебя красивей нету Наша севера Столица Город у седой Невы И мотив Давно забытый Мне все пел Из головы Ах, как тебя Я видеть рад В прошлом Город Ленинград Чудное Петра Творение Не грозит тебе Забвенья Выход к северным Морям Резиденция Царя Да и я Живу на свете Лишь тебе Благодаря Выход к северным Морям Резиденция Царя Да и я Живу на свете Лишь тебе Благодаря Лишь тебе Благодаря Лишь тебе Благодаря Студия Ночной такси Представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины Представляют музыку Новых исполнителей Стартуем Вместе Три Два Один Старт Субтитры создавал DimaTorzok